Приветствую вас, я думаю, что проблема любого такого, ну даже не случебного романа, а проблема любого проявления чувств к женатому мужчине кроется в первую очередь в неудовлетворенности брака. Вашем браке. И обратить свое внимание вам желательно на эти вещи в первую очередь, на эти моменты в первую очередь. Понимаете? Какая штука. Это более важно, чем, наверное, вообще все остальное. И я не шучу, когда говорю об этом. То есть я говорю об этом совершенно серьезно, я говорю об этом совершенно, ну как бы на полном серьезе я это говорю. Вот. И хочу, чтобы вы это понимали. То есть тут вся тонкость, тонкость заключается не в том, что вы влюбились в женатого мужчину и что вам нужно как-то от этого женатого мужчины, значит, ну освободиться, да, выкинуть его из головы и прочее прочее. Нет. Тот момент заключается именно в том, как у вас возникли вообще эти чувства к нему в принципе. И я не думаю, что вы будете спорить с тем, что они у вас возникли, ну случайно, да, просто взяли, да, и возникли. Вот. Тем более, что вы замужем. То есть если вы замужем, значит, ну к своему мужу у вас есть, я так думаю, у вас есть к своему мужу какие-то чувства, какие-то эмоции, какие-то желания, да. То есть вы что-то чувствуете по отношению к нему, понимаете, а как бы вот исходя из того, что вы говорите, да, исходя из того, что вы пишите, получается, что к мужу у вас никаких, никаких чувств нет. Нет. Вот. Понимаете? Какая история. И вот, собственно, это, наверное, и нужно в первую очередь исследовать. Наверное, именно на этот момент нужно в первую очередь исследовать. И когда и если вы для себя определите, что вас беспокоит, да, то есть что вам не нравится в браке, например. Например, что вам не нравится в браке, что вас не удовлетворяет в браке, да, и так далее. Вот. Вот если вы для себя этот момент определите, то мне кажется, что будет всё гораздо лучше, всё гораздо лучше. Вот. Понимаете, вот примерно так, я думаю, можно вам на вопрос, который вы задаёте, да, ответить. То есть это, может быть, ну, может быть, это не совсем то, что вам хотелось бы, может, это не совсем то, что вы ожидали, но тем не менее. То есть просто вот взять и, ну, допустим, просто взять и выкинуть, ну, мужчину, да, допустим, из головы у вас, ну, скорее всего, не получится. Вот. Потому что, если бы это было легко, если бы это было легко, то вы бы это уже сделали, а так вам совершенно очевидно это тяжело и, в том числе, потому что вы постоянно его видите. Вот. Это значит, что с ним, с этим мужчиной у вас связаны, ну, какие-то же ладно. То есть чего-то вы хотите, что-то вам нужно, в чём-то вы, ну, в чём-то вы нуждаетесь, да? Вот. А, скорее, скорее всего, скорее всего в чём-то вы нуждаетесь. И мне кажется, мне кажется, что вот в этом направлении вам нужно двигаться. Именно в этом направлении вам нужно двигаться. Мне так кажется, по крайней мере. Вот. Я на истину, опять же, на истину сейчас не хочу ни в коем случае претендовать, но если мы говорим о том, как разрешить данную ситуацию, ну, если мы говорим о том, как данную ситуацию можно исправить, вот, то исправляется она именно вот таким путём. То есть, ну, через такую направлению, условно говоря. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Как правило, как правило, проблема заключается в том, что, вот, например, то, что вам не додает, не додал или не додает ваш муж, допустим, допустим, вы пытаетесь получить от другого мужчины, ну, от другого человека. Вот. Я не думаю, что это не нормально, что это вы пытаетесь получить вам, ну, объективно вам не хватает каких-то вот вещей, объективно не хватает. Вот. Вот. Вопрос заключается, наверное, немножечко в другом. Да. Вопрос заключается в том, насколько вы, ну, просто сознательны в своих действиях, насколько вы сознательны в своём поведении, насколько вы отдаёте себе отсчёт в том, что делаете, и насколько вы ну, то есть, чего вы хотите вообще, то есть, что вам нужно вообще. Вот. Мне кажется, это довольно важные моменты, на которые вам просто необходимо обратить своё самое пристальное внимание. и начать разбираться со своими отношениями как раз таки с мужем, да, начать разбираться со своими отношениями как раз таки с мужем. Я думаю, вы увидите, насколько, как вы относитесь и к текущему человеку, вот, что он для вас значит, ну, на самом деле. Опять же, обратите внимание на то, что вы пишете о том, что не можете, не можете, ну, не можете выбросить его из головы. ээээ, человека. Эээ, это означает, что у вас, ээээ, по-видимому, есть некие желания, да, то есть, вы чего-то для себя хотите. Вот, тонкость вся заключается в том, чтобы понять, чтобы понять и определить, что вы хотите, что вам нужно. Именно это не позволяет вам выбрать мужчину из головы. Ну, мне, по крайней мере, так видится этот момент. То есть, я опять же, опять же, да, опять же, я на истину здесь не претендую, просто вот хочу, чтобы вы знали, как обстоят дела, обстоят дела именно с точки зрения, вот, профессиональной, скажем так, психотерапии. Да. Вот. Чтобы вы отдавали себе отсчет, отсчет в этом. Вот. И если что-то вас отвлекает, если вас что-то отвлекает, вот, ну, соответственно, можно будет в таком случае в этом направлении поработать и преследовать данный аспект, поиследовать данный момент, вот, и можно будет тогда оказать вам самую, так скажем, прямую помощь, которая вынуждает. Вот. То есть, тут нужно сделать анализ ваших отношений, которые, вот, с мужем складываются. Да? Ну, вот. И дальше уже будет понятно и очевидно. Вот. А так просто пытаться выбросить человека из головы, ну, это, на мой взгляд, ни к чему не приведет. Хороший. Ну, это все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи вам.